Такой вот вопрос к вам. Я очень много смотрел ваши ролики, и мне очень нравятся ваши высказывания, вы очень красиво, все четко, все рассказываете, и мне что нравится, хорошо, строго так, и хорошо вы вот, знаете, так вот, четко рассказываете о религии православной нашей, христианской. Вот дядя Игнатий, скажите, пожалуйста, вот недавно у меня спор произошел с парнем армянской национальности. Значит, он мне постоянно, вот мы с ним спорим, он мне постоянно говорит, что мы первые государство приняло христианство, ну и туда, и сюда, и так далее, в общем. И я прочитал, вот у меня книга есть, я прочитал, в общем, Византии, в общем, не помню точно, чтобы не ошибнуться, либо в седьмом или в шестом, в шестом селенском заборе, кажется, религию армянскую, как бы приняли, как бы ее неправильный путь ведет она, как бы свой, да? И я ему сказал, и он мне говорит, если мы, говорит, еретики, и не только в книге, я даже слышал высказывания и батюшек наших православных, российских, что типа, мол, армянская церковь ведет неправильный путь по истинности, как бы, да? И он мне вот говорит, говорит, что если мы, говорит, еретики, и неправильный путь ведем в истинности христианской, тогда почему мы, говорит, вместе с вашими батюшками выносим огонь из Иерусалима? Вот здесь вот вопрос, скажите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, вот действительно они еретики, вот как, арианство, или как там называют, или вот, я не пойму, вот батюшка наш Кирилл, вот, допустим, Кирилл Российский, да, вот, поехал в Армению, он нам сказал, что армяне это православные, потом выслушиваешь высказывание батюшки Смирнова, он говорит, нет, они, говорит, еретики, вот, запутался, уже не знаю, кому верить, или Кириллу патриарху, или тому, или тому. Ну вот я вот, как бы, вот, вот ваши выступления смотрю, я смотрю, вы более, как бы, грамотный человек, и более, как бы, вот, мне нравятся вот высказывания ваши, и вот прям так строго, и красиво, и четко вы все рассказываете, и у меня очень много ваших роликов, вы не обессудьте, я записываю себе на диск, у меня DVD, очень много ваших высказываний DVD, ну, для себя чисто, у меня ребята, друзья тоже есть, интересуемся, мы сидим тоже, читаем Библию и так далее. Скажите, пожалуйста, вот, в действительности, вот, религия армянская, она ведет так, как наша, православная, ортодоксальная, или все-таки есть в ней какая-то частица, вот, неправильного пути? Будьте добры. Так, у нас все записывается, выставляете в интернет, вы не против? Нет, дядя Игнатий, я не против. Так, дело в общем, согласно канонов, как принято было, что на Халкидонском соборе, когда решали вопрос, сколько воли во Христе, а то воли, естества, это монофилиты, монофизиты решали, эти вопросы вообще не надо было даже поднимать, но их подняли. И вот кто-то признал, как признали православные, две воли, два естества, мы так исповедуем, а другие считают, что там божество одно, а плоти не было. Где-то там при крещении плоть сошла, то есть совершенно туманное объяснение. Когда начинаем беседовать с армянами, они говорят, а о нас неправильное мнение, нас не пригласили на собор, вот такие слова говорят, что я буду спорить, ладно, нет, вас пригласили, ладно. Я говорю, а как вы исповедуете с их священниками? Мы исповедуем по-православному. Ну я что буду раздокапывать, я с ними вместе не обедаю, не крещу, я должен доказать, что они еретики? Очень легко, я сошлюсь только на то, что у нас написано. Написано, и на этом все баста. Другое дело, когда начинаем до дела доходить, мы видим, там этого нету совсем. Они говорят, нету, а я буду говорить, есть. Ну зачем мне, когда его уста говорят, я верю и исповедую правильно. Господь будет судить не по словам чужим, а по нам, как мы. Я понимаю, что церковь и секта, разница главная в том, что у одних есть рукоположение, а других нет. Они обратились в 4 веке. Григорий Армянский. Это святой, которого мы признаем. Он так у нас в святцах и записан. Это все правильно. Но сегодня-то мы ушли так далеко от того времени. И вот они крестят. Как? Подходят, в чашку руки положил, вот так вот. Это уже крещение. Ни капли, да нигде. Ну теперь священник руки тоже положил, и обтер мокрыми руками. Ну какое же это крещение-то? А у православных сегодня то же самое. Они возьмут то каплю капнуть какую-то, то мокрой ладошкой по голове. Кого мы смотрим, кого судим, так это у самих-то позаглаза всего этого. Я занимался канонами не один год. Переводил их на русский язык. Я спрашиваю сегодня академистов, профессоров. Скажите, сколько у нас соборов? Они отвечают правильно. 7 вселенских, 9 поместных. Там 11 святых отцов. А сколько правил, которые действуют, они не знают. Я говорю, 719. А нарушается ежедневно в каждом храме 413 у нас, у православных. 413, это 57%. Я когда это сказал, был в Америке в Синоде. Они немедленно это дайте нам то другое. Я беседовал в Синоде с греком Архимандритом, православным. Я говорю, вы знаете, вот эта Никонская реформа-то, 1656 год. Что вы сделали? Какую смуту посеяли? Россия разделилась пополам. Сколько крови пролилось. Наконец пришел Петр I и в конце концов в это окно провалилась вся Россия. Да, знаем. Я говорю, а если знаете, где ваше покаяние? Зачем вы Никона-Мордвина смущали? Зачем подняли руку на то, что было от первого князя Владимира? Но если глубже смотреть, да князь Владимир-то принял уже порченное все. Тысячу лет прошло. Нам кищиться-то нечем. Допустим, я в прошлом году, ну это получается в 14-м году, мы были в Афинах, там наши близкие люди. В Салониках там проехали где-то. Я видел ваши ролики, да-да-да. Вот, мы с ними беседуем, и они сами спрашивают, как вам показалась Греция? Мне показалась страна неверующая. Вот где мы были, менее всего мы увидели истинное расположение так, как должно по канонам жить. Как одеваются, как относятся. У меня грех, вот я сижу здесь, и здесь он на квартире у меня жил, юноша. Он из нашей деревни, они уехали, она гречанка, куемщие фамилия, хорошие люди такие. Но суть-то в том, что мы все должны сравнивать с первоапостольским подеянием апостолов. А когда мы сравним, как было при Христе, там ничего этого не было, что сегодня есть. Вот князь Владимир послал послов. Они поехали по всему миру искать веру. Как ее можно искать? Если бы князь Владимир избрал людей, у которых знания языков, хорошо знают еврейские, арабские, греческие, и дал бы им книгу, святую Библию, и сказал, найдите такую веру на земле, где показано все по Библии, они бы не нашли и вернулись ни с чем. Они не нашли бы. А они, когда побыли на греческом богослужении, как говорят летописцы, то говорят, мы были как на небе. Я сразу ставлю вопрос. Я жития начитывал, 12 томов, там у меня на моем сайте, там есть они все начитанные. Скажите, а на каком небе? Ну на каком? Им хорошо было. Они понимали греческий язык? Не понимали, ни один. Они были люди совершенно невежественные. Дальше. А это были христиане? Нет, язычники. Значит, у них понятие о небе было языческое. И они это увидели в красоте одежды, приятный ладан, дым. То, что они увидели, они сравнили с тем, что в них было. У них компас, образец, было их верование, с которым они пошли. Но разве это правильно сравнивать с тем, что не является христианским? Если я не... Прорисованные. Вот так получается. Я сейчас заканчиваю. Потому что теперь, если бы мы это сравнивали, то должны бы сказать, вот вы пошли и нашли это. А теперь, если бы они нашли, как Павел служит, деяние апостолов, по порядку. Вот такое богослужение, как в первом веке. Они бы приняли, как небо. Не приняли. Они апостола Павла бы не приняли, Петра не приняли, Иоанна не приняли. Вот и весь ответ. И когда мы сегодня начинаем все сравнивать, внимательно, по деяниям апостолов, и мы видим, что у нас совсем-совсем мало. Вот они привезли монахи, лопаты. Ну, привезли там два сундука Ладана. Ни про лопаты, киевские горы, монашество, ни про Ладан, ни одного слова в Новом Завете нет. У нас это надо сказать просто. А вы против? Да не против, я православный, я все принимаю. Но давайте не будем играть этим. Как я могу судить кого-то, когда у самого дома крыша прохуделась? Когда у меня все прогнило? Ведь возьмите, Греция пала-то, это не из-за чего-то. 1453 год-то. Такого крушения, такой империи, говорят, культура, не в культуре дело. Вы попробуйте, у следователей спросите, сколько было императоров, когда в Греции вера утвердилась, и сколько из них умерли своей смертью? Это мало-мало. Там дворцовые перевороты. Если узнали, значит, сыновей кастрировали, глаза вытыкали. Это все в житиях святых написано. Чем нам хвалиться-то? Где она вера? Покажите. Чтобы я сравнил и сказал, да, вот это Христова. Поэтому об армянах разговоры особые. Я с ними не встречаюсь. Я с ними не спорю. Они сохранили рукоположение от апостольских времен. Они называются апостольская церковь. И они говорят, мы исповедуем православно. Мне зачем на них навешивать то, что они отрицают? Но с ними я не служу, не пью и не ем, и причащаться у них не буду. Вот почему я православный. Вот весь ответ. Мне не надо судить. Мне Бог не дал искать, кто не со мной, того долбить. Если бы у них не было рукоположения, как у баптистов, я бы сказал, это не церковь. Это определенно. Сектанты это не церковь. А церковь что входит? Сохранившие католики, православные, григориные армяны, копты и сирийцы. Все. А они входят в это число. Я был позапрошлом году в Ереване, встречался. У нас хорошие были знакомые где-то. Но и не дальше. Больше ничего и нет. Вот вам ответ. Да, мы с ним как-то не ругались, просто спорили. Я говорю, ну я вот дяде Игнатию позвоню, поговорю с ним. Он человек, говорю, грамотный. Как бы все-таки это самое. Ну, говорит, позвони, поговори, узнай, говорит. И это самое. И дяде Игнатию, еще один вопрос. А почему вот на горе Афон даже их монастыря у нас нет? Почему? Вот и русский монастырь есть, вот сербский, болгарский, все. А вот их армянский, даже грузинский есть. А вот армянского монастыря нету там почему-то. А вы посмотрите, зарядите, драка в храме. А, ну да, 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 да. Как грузины с армянами дерутся? Ну какая это вера-то, какая? Что там они устроили? Полицейские, евреи. Евреи разнимают их. Это не грузины были, а греки наши были, драли с ними в Иерусалиме. Да, 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 да. Ну посмотрите просто, так там это ни один, ни два раза. Это же вражда вековая. Кто, в какое время евреи назначили ключами, кто у них евреи заведует. Ни один квадратный метр, чтобы друг другу не отдать. Там ничего нету евангельского. Какая-то любовь там или что-то. Совсем нету. Как у них была драка, однажды возникла, что дерево стоит, а тень падает. И монах сел в тень. А тень-то падает от греческого, а не на армянского дерева. Там такая свалка была. Это даже у неверующих, даже в камере, в тюремной этого нету. Если этого не было, но это заснято. Там комментатор говорит хороший армянский. Ай-яй-яй, бей его. Ай-яй-яй, это греки. Вы слышали как? Я вам вопрос задам. Вы христианин православный. Зачем бороду бреете? А, я пока, как вам сказать, не прям вот... Только учусь. Только прихожу к вере. Хорошо, вы приходите к вере. Разве вы не видите иконы, посмотрите по иконам. Посмотрите, что написано в Святой Библии. Все до одного пророка с бородами. Христос с бородой, апостолы. Я прихожу, даже не приходить, даже мусульмане, и те бороды есть. Фидель Кастр, он не христианин, коммунист. Нет, это не ответ. Вы, если уже пошли за Христом, сегодня же бритву, отрежьте шнур и выбросьте ее. Если шнур сгодится, может, на плитку где-нибудь. Но как, дядя Игнатий, вот можно так чуть-чуть прям держать или... Нет, ее держать не надо. Вот как она есть, не прикасаясь, ее держать не надо. Говорят, как вы бороду растите, она сама растет. Мы на грядке что посадили, растить не надо, она сама растет. Нам нужно только не уничтожать. Смотреть, чтобы не было насекомых на грядке, так и в бороде. Это никогда не было, чтобы христиане... Вот пришли монахи из Греции, все с бородами. Князь Владимир, мы видим икону его. Все с бородами до одного. Борода это знак власти. И поэтому подкаблучники мужчины, подкаблучники, вот они все бреют бороду. И это для чего? Гомосексуалистам особенно нравится, когда бритые две мамы в одном доме. Друг на друге женятся. Нам это не надо. Мы православные, и вопросы всякие снимать надо. Никогда не отговаривайтесь. Я еще прихожу. Вы никогда не придете, если так будете говорить. А скажи, я услышал, и сразу написано, ныне, когда услышите, не ожесточите сердец ваших. Как во дне ропота, когда погибли от искушения 23 тысячи. Вот услышал я, вопрос снятый. С бритой покончено, больше не прикасайся. Не прикасайся. А тебя что, на работу не примут? Примут, найдешь работу. Я был в советское время. Я уже на военном билете, я с бородой, когда я услышал. Еще и Евангелие в руках не держал, не знал. Не надо ее прикасаться. Ни одной волосинки не надо трогать. Писание говорит, не порти края бороды твоей. Бороды, край, не надо трогать. Давид не запустил, когда над бородой у него насмеялись наслугами. Даже в земной Иерусалим. Я вам скину материал о бороде, посчитайте. Нам православным смотреть надо в Библию, на жития святых, на каноны. И быть очень строгими. Еще у меня вопрос к вам. Насчет того, что постить. Я вам писал бы этого. Где у вас, в вашем форуме, можно найти, узнать, по каким праздникам, какое, допустим, что нужно питаться, что нельзя есть, как, что, почему. Я вам скину вот сюда. Вот этот ролик мы поставим. И я под него сегодня уже к утру будет стоять. Да, уже можно определиться, да, по ссылке уже. Там написано все, по дням. Когда поститься, что можно есть. Но главное, это родиться свыше. Чтобы Дух Святой наполнял наше тело разумом. Жили в Духе Святом. Как Серафим Саровский сказал, стяжание Духа Святого. Вы живете сейчас, говорите, в каком городе? Я в Солониках жил. В Солониках. Вот, что спрашивают-то. Вы смотрите на Божественное. Мы были в Солониках. Зайдешь в магазин, и там чего только нет. И Путин там, портреты его. Я вот в книжные магазины заходили. Идут мимо православные священники. Мы спрашиваем, где здесь, спрашиваем что-то. Ни один не отвечает. Ни в одном городе у нас не было. 500 городов за плечами, нигде так не было. Это люди, как во сне, как сомнамбулы какие-то, бегут. Останавливаем, не разговаривают, ничего. Мы по-английски обращаемся бесполезно. Мы ему на рисунке нарисовали, показываем, где вот кто-то. Вообще не разговаривают даже. До того интересно. Ну, что сейчас поделать? Это мы были в Солонике. Вот это Солонике. И поэтому мы там не задержались. Мы в этот же день оттуда выехали. Не поэтому, а просто... Я понял, да, да. У нас цель была другая. Я в библиотеке. В Афинской библиотеке мои книги находятся. Все. В Солониках? В Афинах. А, в Афинах. В Афинах. В Солониках мы не нашли. Определенно. Даже не нашли. Мы не могли библиотеку национальную найти. Мы нашли везде. В Париже нашли. В Лиссабоне. Ну, то есть во всех государствах нашли. А там мы не могли найти. Даже ходили, ездили, ездили. И все на мотоциклах. Там целая стаи мотоциклов. Ужас. Я не видал столько мотоциклов. Нигде больше. Ну, да, бывает вот у нас такое. Значит, и последний вопрос, дядя Игнатий, чтобы вас не задерживать. Нет, нет. Вы об этом не заботитесь. Значит, такое дело. Зашли и не заботитесь по времени. Недавно общался в соцсети. В Майл.ру спорили со свидетелем Йоговой. Вот такая сейчас есть, набирает, как говорится, эти обороты, такая религия. Ну, вы сами знаете. Не знаете, у нас есть. И вот мы с ним спорили. Вот он мне говорит, говорит, вот вы веруете в Иисуса, как в Бога. Я говорю, ну да, говорю, как в Господа Бога. А он говорит, а мы не веруем в Него, как в Бога. Я говорю, а в кого вы веруете? Мы веруем в Него, как пришедшего от Бога, то есть ангела, в котором Господь Бог... Это заблуждение. Даже не надо говорить, я знаю. Зачем эту мерзость распространять? Нет, нет, нет. Что он меня спрашивает? Значит, говорит, если он, говорит, Господь Бог, то почему, говорит, Господь Бог позволил себя идти в пустыню и отдавать себя в искушение сатане? Да не надо об этом говорить, еще раз говорю, с ними не надо. Это никакая не секта, это просто от сатаны. У них ничего нет христианского. Они Библию сейчас отвергли, написали книжку и сказали новый всемирный перевод. С ними не о чем говорить. Это люди, обреченные на убиение. Деревья дважды умершие и исторгнутые. Совершенно ничего христианского нет. Честь, ну вообще даже и... Не надо даже говорить. Ну зачем говорить? Ну сатана искушает, а ты с ним разговариваешь. Ты не разговариваешь. Ты соверши крестное знамение, он отскочит от тебя. Перекрести его и скажи, сгинь сатана. А отрекаюсь сатаны. И всех ангелов его. Это служители его. И весь сказ. Я их знаю очень хорошо. И беседовать приходилось. Я говорю, скажите, а нет, троица, где написано? Я говорю, три свидетельствуют на небе. Евангелист Иоанн говорит, все. А это неправильно, там два написано. То есть что попало, говорят. И написано, слово было у Бога, слово было Бог. Слово Бог было. Бог, у Бога Бог. Как это написано? Они переделывали. Он послан был. Как бы они все извращают. Да, да. Я им даже доказал. У них вот, знаете, у меня нету Библии. У меня это есть. Как бы по онлайн чату. Доказал, где написано, что Авраам встретил трех мужей. И преклонился перед ними. И сказал, ой, Гова, не пройди мимо моего дома. Я говорю, а почему же Авраам троих мужчин назвал одним словом, именем Бога? Ведь у Бога же, как сказал Бог? Да не будет у тебя бобов никого, кроме меня. И вдруг он троих называет это. И он замолчал и ничем мне не ответил. Я говорю, значит, Бог есть в трех лицах, расколь явил себя Авраамом. Тут доказательства, тут не надо это брать. Это были два ангела и Господь. Это два ангела и Господь. Так святые понимают. Это не Троица была. Это так икону называют Троица Рублева. Это не Троица. Это был Господь и два ангела. И эти ангелы пришли, лота взяли и вывели. Ангелы. А Господь отошел, написано. Ангелы двое. Они пошли теперь в Содом. То есть нам полковать не надо. Мы православные. У нас истолковано все. Я верю или не верю? Один вопрос. А раз я верю, мне думать об этом не надо. Просто я верую и принял-то. Бог вечно. А как докажешь? Никак. У человека есть душа. А как доказать? Вера. Веру я постигаю. Они бездушные. Душу не признают. Христос это Архангел Михаил. То есть таких вывихов даже нельзя придумать где-то. Дядя Игнатий, вот сейчас мой товарищ, я ему потом ссылку кину, когда вы выставите в Ютуб, чтобы он посмотрел, точно узнал насчет этого. Ну вот вы как человек, как говорится, много читали, вы знаете, я смотрю ваши ролики. С вашей точки зрения духовной, православной, как вы думаете, вот сейчас армянская вообще церковь ведет правильный путь, как православный, как русская православная? Как православная церковь, как сербская, ну и так далее. Или как вы думаете, вот на ваш взгляд? Мне дано быть православным. Я рассуждаю о православных. Об армянных я даже не рассуждаю никогда. Меня с них не спросится. Ну сейчас, допустим, вот сосед рядом живет. Я буду правильно-неправильно у него, он ответит. Я вижу, как он делает. Мне не дано туда не вмешаться, ничего нельзя. Я говорю, крестик неправильно. Свидетельство уверования неправильно. Но они имеют рукоположение. Ну да, это уже их не... Поэтому я православный, мне забота о том, чтобы у нас было правильно, у нас, где я нахожусь, там мой дом. Чтобы у нас в церкви был порядок. Я об этом. А зачем я буду туда говорить? Я ничего не буду говорить. И мне не надо даже об этом. Меня никто судьей не ставил. Кто меня ставил судьею? Даже ко Христу, когда подошли, они имения там двое не могли разделить. Христос говорит, а кто меня ставил в судею и делить ваше имение? Тем более я, армянская. Армяне далеко. А если вы были рядом, и тогда бы я с католиками не спорю. Зачем? Я никого не имею. С коммунистами, с которыми я живу, я вообще не спорю. Мы не должны спорить. Зная истину, мы должны ее возвестить и отойти. Еретика после первого-второго разумления отвращайся. Ты сказал, больше с яговистами не встречайся. Не надо. Эта зараза остается в душе. Это можно уже в заблуждение попасть, если с ними слушаться их. Да, это вообще... Понимаете, это дыхание. Отравляют. Сказка, говорят, змей Горыныч изрыгает пламя, и люди падали от запаха серы. А они отравленные. Они прописаны в аду. Их нету. Ему ничего сказать один раз, я могу ему. Они приходили у меня во дворе были, мы беседовали. Я сидел, когда в лагере, сидели два хорошие люди. Не пьяницы. Они не воюют. Замечательно. Но по вере они никакие. Совершенно. И еще, дядя Игнатий, вот, к примеру, они мне доказывают Библию. Я, правда, сам мне монах из Афона, у меня был знакомый, принес Библию оттуда. Она на старославянском, правда, была. Но я ее кое-как начал читать. И смотрю, вот, где послание Моисея, где он встретился с Богом около горящего куста. И там прям в скобках написано было имя Бога, как бы, да? Вот, я сущий и его бах. Я сам удивился. Думаю, что это вообще означает? Это имя или это что-то означает, как бы, переводом на человеческий язык? Ну, мне здесь объяснили, что это не имя, а, как бы, переводится сущий, как бы, так. Ну, вот, на древнеарамейском, или как там сказать? У Бога в Библии примерно 500 имен. Он говорит, Ясимисина виноградная лоза, с большой буквы. Ясим пастырь добрый. Это его имена. Иисус. Иисус означает спаситель. Иегова. То есть, всегда существующее не было времени, когда его не было. Это в одном слове. Да, Иегова неправильно. Яхвы, Яхвы переводят. Произношение какое-то там гласных не было. Мне не надо это даже все повторять. Дело в том, что у меня есть Библия святая, переведенная четырьмя академиями на русском синодальном переводе. Все. И поэтому, кто начинает новые переводы делать, русские, они мне не друзья. Они ничего из Библии не знают. Они просто людей уводят в сторону. Библия, синодальный перевод, она одобрена была дореволюционным синодом. Все наши патриархи издавали на этом. Зарубежные. Издают католики, брюссельские издания. Баптисты, адвентисты. Все издают только синодальный перевод. А почему люди хотят переводить? Они ничего не знают. Им запоминать ничего не надо. И показать они, как много вроде знают. А сам по словарю смотрит. Таких переводчиков, какие были, когда Библию переводили, сегодня нету. Я лично беседовал с Александром Менем, батюшку которого убили. Евреи природные. Энциклопедические знания. Я говорю, а вы как работаете? На еврейском языке. Да, я говорю, на еврейском языке знаю. А вы могли бы переводить как Хвольсон Давид Аврамович, переводчик? Или Павский Герасим Петрович. Он от меня отшатнулся, говорит, да вы что, никогда. Я сам, я говорил проповеди на немецком языке, в немецком собрании. Самостоятельно изучал. Английский, ну какие мои знания-то, они малюсенькие. Да, я общаюсь, перевожу. Там, когда про военное что-то говорится, религиозное, медицинское. А коснулось чуть дальше куда-то там, я уже все запоплыл. Надо там жить. Вы по национальности-то грек? Да, да, да. А как вы попали туда, в Фессалоники? Я советский грек, из России, родом, со Ставрополя. Ну и по-гречески научились? Ну я с детства его знал. А, ну вот такое дело. Дядя Игнатий, еще последний вопрос насчет икон. Как объяснить людям поклонение, вот почитание к иконам, вот из Библии? Вот они всегда ссылаются, они говорят мне, оставь отцов церкви, давай по Библии, давай по Библии. Где там написано про иконы? Бог сказал, не поклоняйся там ни, в общем, ни под водой никому, ни на небе, нигде, ничего. Ты мне объясни, говорят, по Библии. Как вот можно сейчас вот объяснить им по Библии, что икона почитания, не икона поклонения, а икона почитания есть в действительности, ничего, как бы, ничем не отказывает, как бы, поклонению к Богу. Но мы же не поклоняемся иконам, там, Пресвятову Георгию, там, или Дмитрию. Мы просто просим их, да, чтобы молили за нас, допустим, да? Вот по Библии как им ответить? Я вам отвечаю. У меня есть ролик, где написано иконы, это не идолы. Зарядите в поисковик. Иконы, это не идолы. Это в вашем архиве, да, там? У меня на моем видеоканале написано, иконы, это не, а, иконы, идолы, это не одно и то же. Вот так написано. Зарядите, вы найдете. Эту тему я уже объяснял. Это мне второй раз надо объяснять. Доказывать в течение пяти минут можно. Все сектанты говорят, вот, исход двадцатая... Кучих чертах, кучих чертах, дядя Илья Илья. Я уже отвечаю пока. Они говорят, исход двадцатая глава, там, Псалом сто тридцать четвертый, там, сто тринадцатый, Исайя, сорок первого, с четвертой глава, еще там они не берут послание Еремии. Суть-то в чем. Они лукавые. Те, которые доказывают. Ветхий завет. Я говорю, а ветхий-то завет. Вы признаете, что от Бога? Признаем. И, значит, указание ветхого завета относительно изображения надо соблюдать? Надо. Зараспишитесь. А зачем? Ну, распишитесь на бумаге. Вот я вам даю и говорю, мы признаем, что... Не хотят расписать. То есть они уже понимают, я их сейчас в капкан поймаю. Это капкан расставленный. Я говорю, а почему двадцать пятую главу не читаете? В двадцать пятой, в этом же, в этой книге, во второй Моисеевый исход, написано, сделайте изображение. Сделайте. Херувимов. Изображение по-гречески икон. Это греческое слово. Икон. А раз икона, значит, сделай иконы. Я говорю, скажите, а Христос приходил в храме, был? Ну, был он, выгонял. И как он сказал, это капище или... Да нет, он назвал дом мой. Значит, храм, в который заходил Христос, это был дом Божий. Дом мой, дом о молитве наречется. Ну, правильно. Тут мы согласны. Скажите, а кто его построил? Даже баптисты, знающие Писание, говорят, Соломон. Ну, какой Соломон? Соломонов храм разрушен был. Вторая параллельпоменон, двадцать пятая глава. Пришел царь на выходоносы и сломал. А какой? А вот какой. Из Икииля, сорок первая глава, семнадцатый стих. Этот храм, в который Христос приходил, называется храм Зарававелев. И в этом стихе написано, сделайте изображения резные внутри храма и снаружи, от пола и до потолка. То есть, все было в икомах. И в этот храм пришел Христос. И этот храм переходит в Новый Завет. В второй главе Деяния апостолов, говорится, Дух Святой сошел на апостолов. А в третьей главе, уже исполненной благодати Духа Святого, написано, Петр и Иоанн шли в храм. Сейчас молитва девятая. Они шли в храм. И Павел был в храме молился, когда заперли дверь, и его и они убили там. Они не считали, что храм это капище. Если теперь эти иконы, которые там были приняты новым, почему новым заветными людьми, почему вас нету, стоят теперь. Я говорю, ну как же вы читаете Библию, вы как, это беру, а это отрезаю? Нет. А теперь смотрите, вы сказали поклонение, почтение, там, это, почитание, это одно и то же. Это православные тоже лукавят. Да мы не говорим, ну заметьте празднование, чему иконе. Поклоняются чему иконе? Иконе поклоняются иконе. Которая икона? Казанская Божья Матерь. И они, вот у нас здесь своя там, привозят икону чудотворную. Они маленькие сделали, карабельниковские, иконы батюшки стоят, электризуют ее на той иконе, эти купленные, бумажные, и людям раздают, а энергетику снимают. Да шаманство настоящее. И люди верят так, от иконы помощь. Ударили в икону следоточение, икона плащет, икона следоточит, и все это к иконе. Поэтому у нас пустыня, разумение. А как нужно делать? Как есть, так оно уже не исправит. Но мы должны сказать, совершенно неправильно. Вы вначале помянули благодатный огонь. Там греки заходят. А я не верю, что это от Бога. Не верю, потому что сатана будет сводить огонь с неба. Какой там шум, какой ажиотаж, там как эти на молодых людях едут эти на арабах. Мы все это смотрим, видим. Там ничего нет божественного. Я тоже, я тоже так же другому. Это не заветие. Иудеи требуют чудес. А елены греки ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Я не верю, что это от Бога. Я не верю, что мощи Серафима нашли. Это подделка, обман. В каком-то маленьком ящичке ничего нет у надписи. А по нарукавнику одному определяет. Нельзя сделать никакую экспертизу. И зачем это нужно-то? Нам нужен живой Христос. Вот смотрите, вы беседуете с баптистами. Ну и говорите, ну я тоже чту же, вот мой отец, допустим, или сын. Ну мы портрет-то его держим, мы даже поцеловать можем. Ну когда сын твой рядом, вы будете на портрет смотреть? Мы говорим, нет. Ну вы же в духе понимаете, что Бог рядом. Зачем вам портрет-то нужен-то? У меня икон много. Иконы, все в иконах. Но я это должен понимать по Писанию. Сегодня этот икон буквально умирает. Я вставлял материал, что православие, русско-православная церковь, решили узнать, откуда это мироточение. Мироточение? Это не просто так, а... И вот это была составлена особая группа людей. Я об этом говорил не раз. Вот сейчас минутку, даже покажу, где это у меня тут написано. Подожди-ка. Сразу. Вот. Сейчас я открою, прочитаю. Это уже прямо считано будет. Не как-то. Вот, слушайте. Вот пишут комсомольской правде. А 19 марта... Записывайте себе. Да. 19 марта 2003 года. Ну ничего, я все равно уже... Ну вот, вы будете смотреть ролик, когда слушать. На странице 18-19. Кавычки открыты. Заголовок. Почему мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? И дальше. Создана была комиссия в 1999 году по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Соп-председатели комиссии Архимандрит Ян Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской геолого-разведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открываю и выписываю. Не сочтите за грубость. Но наш народ стал слишком тупым. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками, а мы ломаем голову над тем, что это происходит. Кавычки закрыты. Вот и весь ответ. То есть абсолютно точно показывает, что это может быть вполне от демонов. Это комиссия официальная, ничего не надо придумывать. Вот и весь сказ. В Библии тоже написано, что ангел, сатана может даже являться свежий ангел по света. И будет огонь сводить с неба. И он заходит туда, и вот там загораются. Зачем это? И вот когда они запустили, там колонна лопнула. Греки, это торгаши. Они все продают. Я когда стал смотреть, что есть, было время, они торговали тьмой египетской. Специальные коробочки продавали тьма египетская. Но открывать нельзя, иначе тьма попадет в свет, она исчезнет. Доходило до ужаса. Перо ангела, который к Марии Архангел прилетал, перо обронил. Перо. Там ясли, из ясли, которые теперь напилили, продают это из этого дерева ясли. Да из этого можно построить ни один корабль было, не только ясли. Вот сейчас костями они торгуют, приезжают в Европу. Все заблуждения, какие в православии есть, это все до одного из Греции пришли. Грекам хвалиться нечем. Им надо плакать о себе. Что они дали нам? Вот это поклонение мощам, это оттуда пришло. Написано, прах ты и в прах возвратился. Все на этом. Нам нужен живой Бог. А то издевательство над мощами, над телами. Мощи это трупы. Трупы. Ой, как начинают, да это разве можно так говорить? Трупы, повторяю. Даже Илья и Енох будут убиты, написано, и трупы, и брошены на улицах города. Даже Илья убитый, это труп. А тут неизвестно от кого. Вот косницы какие устраивают. Посмотрите, что на фоне делается-то. Вот это все увело от Бога. Живого не знают. Мне спрашивают, а вы на фоне были, а мне там делать нечего? Мой родной брат, про Таирея Аким там был, не поговорить, ничего. Идем, говорят, на обед говорить нельзя, за столом нельзя, выше нельзя. А зачем я нужен там? Я не могу не спросить, я бы подарил им книги, а этого нет. Их только судят. Вот приезжал, когда у вас там, какие процессы-то были-то, какие архимандриты попадали, там землю продали, насколько. Ну, вы все это знаете. Это торгаши природные. Они то продают навоз, на осла, на котором ехал Христос, то руки, четыре головы Иоанна Крестителя, 24 руки Иоанна Крестителя, еще только нету. Там до 60 пальцев, они неверующие эти люди. Если человек верит, он воздымает руки к Богу и молится, живой Бог с ним разговаривает на живом понятном языке. Они не рожденные слышат, они все говорят. Как сказал Христос, это не ибо сказано, Богу одному твоему поклоняйся и одному ему служи. Вот и все. Понятно? Не надо обмануть. Икона поклонения, которая идет, это поклонение, посчитание одно и то же. У нас иконы лежат на аналое. Когда мы выходим, подходить как к Христу, к батюшке мы подходим, все целуем Евангелие, икону праздника. Ну и все на этом закончилось. У нас была одна сестра, мне позвонила, у меня, говорит, икона начала миротащить. Я говорю, в соседний храм отнеси, кто ее ищет-то. Не надо дурить. А почему у меня не миротащат? Ни у кого у нас не миротащат, мы это не принимаем. А если за миротащила, я в соседний храм отнесу, они любят это патриаршее. Живого Бога не знают, а иконы плачут. Вы научитесь плакать, чтобы от вас благоухание было для одних на жизнь, для других на смерть, как Павел говорит. Ну вот у меня иконы дяди Игнатий есть, но у меня им все-таки как бы не как Бога, а как сказать. У вас сильный свет, у вас, Дмитрий, свет сильный падает, освещает лицо белое. Я не сказал сразу. Да, у меня просто это окно бьет оттуда, поэтому, не знаю, может вот так как-то сделали. Просто окно оттуда, поэтому у меня окно с напротивом. Вот на этом так получим. Нет, еще опять отошли. Еще вот так вот, на этом закрепитесь. У вас сильный свет. Надо прилить. Дяди Игнатий, ну что вы насчет как, вот точно вот ответ, вот насчет икон. Это хорошо вообще, нормально вообще у православных? Иконы это нормально, но не нормально, что мы должны поклоняться и падать перед ними, и от иконы, чтобы зависело что-то. Это вредно. Просто как бы почитание этих святых можно, да, как бы вот, как почитание, как бы вот отдавать. Но почитание, которое есть, перешагнуло все границы разумные. Что делают только люди? Вот это мироточение в одном Иваново у нас более, кажется, 13 тысяч икон замироточило. И ничего больше не надо. У меня мироточила икона. Вот этот Иосиф Муниос с иконой шарился, шарился, убили наконец, и икону украли. Зарубежно. Нам Бог не сказал этим заниматься. Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Христа живого, распятого. Павел говорит, не сказал, я решил с иконами идти. А были ли иконы? Ну говорят, Лука написал там три или четыре иконы. Что мне от этого? У меня есть иконы. Этого довольна. Поверни на икону, потом, может быть, видно будет. Я видел и вас видел, дядя Инатий. Что вы доказываете? Я вас видел, очень много роликов видел. Никогда на эту... Знаете, здесь какое дело у меня? Значит, как-то раз я поехал в Россию, а вот у меня постоянно во сне вот снится змея. Вот двуглавая змея такая, знаете, вот рот раззывает, вот так и снится. Я думаю, что это такое, что это такое? А мне обычно мать говорит, надо к бабушкам обратиться. Я говорю, зачем бабушке? Пойду я учу сразу в церковь, в батюшке. И у него спрошу, что это за сон? Прихожу, значит, к батюшке, к батюшке общаюсь, а с ним общалась одна девушка там. Я там ему сказал, он говорит, подожди, секунду, я закончу. Он закончил с девушкой, а потом начал со мной. Говорит, в чем дело? Я говорю, вот так, вот так, вот так. Не хочу обращаться с всяким бабушкам, с дедушками, всяким, потому что они же эти, что это за сон? Что? Вот чему это проводит? От сатаны это? От Бога это? Что? Он мне, как вас зовут? Я говорю, Димитрий. Он раз так, 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 а, святой есть у нас Димитрий, да. Приходите на песни пение там, туда-сюда, вот в церкви там, как бы, прочищение там. Я говорю, а где это сейчас? Что мне делать? Он говорит, запишитесь там, зайдите внутрь церковь там. Я захожу туда, для Игнать записаться. И стоит одна семья. Она записывает там, у них кто-то умер, правда, и женщина там, свечи, говорят, 10 рублей, опивание, столько рублей, это, столько рублей. Я, как это услышал, знаешь, дядя Игнатий, не обессудьте, я бросил и ушел оттуда. Как услышал, вот это все, все, о деньгах пошло в церкви, сразу, короче, ушел оттуда. В момент, если, если о деньгах уже начинают свечи столько, что может этот батюшка мне уже сказать, что мне во сне проснилось? Если уже идет в церкви, вот у вас хорошо, вот я вот очень много роликов ваших всех смотрел, и мне бы приятно было, я даже там написал у вас под роликом, говорю, дядя Игнатий, если я бы жил рядом с вами там, я бы постоянно посещал бы ваши уроки, как сказать, ваши проповеди. Мне очень приятно слушать вас, почему? Потому что вы строго говорите, четко говорите, и прямо, прямо, вот такое ощущение, как будто не самому человеку, а вот тому, кто в человеке находится, вот прям, как будто боретесь с самим сатаной. Вот здесь батюшки рассказывают, там туда, сюда, вот так и так. А вот у вас мне нравится, вот вы вот четко говорите. Такое вот ощущение, как будто в действительности, вот, я не знаю, человеческим языком мне не объяснить ваши вот проповеди, ваши вот высказывания, все, объясни, объяснение, все четко. Поэтому я и с другом моим, с армянином, мы с ним не спорили, просто, то есть не ругались, просто поспорили, и он мне говорит, позвони просто, говорит, узнай. Я говорю, я позвоню у дяди Игнатия, он все-таки человек грамотный, так мы узнаем у него. Так, Дмитрий, слушай внимательно. Книга Серахова, 34 глава, запиши. Дядь Игнатий, сейчас у меня ручки нет с собой, но это же вы выставите, выставите, слушай внимательно. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного и сонные грезы окрыляет глупых, как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого что может быть чистого, и от ложного что может быть истинного. Гадание и приметы, и сновидение суета, и сердце наполняется мечтами, как урождающий. Если они не будут посланы от Всевышнего для разумления, не прилагай к ним сердце твоего. Сновидение ввели многих в заблуждение и надеющиеся на них подверглись падению. Понятно? Вот откуда все идет. Верить сновидением можно только так. Да, что они от Бога. Если ты видел там крест, распятие, крест, и тогда не разгадывай. А пойди к священнику, если он знает по Писанию, чтобы он объяснил. Я вам объясню, что змей. Змей в данном случае, даже ты не знаешь, от Бога нет. Это означает, лукавый вас подстерегает, двуглавый. Двуглавый, это как правило, начинает, я уже как по опыту говорю, это не целомудренная жизнь. Раздваивается на две женщины, человек где-то. И змей царствует в этом теле. Он половина Богу, половина мамоне. Вот этот змей глотает тебя. 50 на 50, да, да, получается. Да, 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 да. Но я просто говорю, я ваш сон не разгадываю. Но если от Бога, тогда Бог тебе это положит. Ты видел крест, крест, распятие, вот тогда от Бога. Это говорит Иоанн Касьян. Другой, нигде, никакой тебе сон не должен в душу заходить. А бывает, без креста исполняется, бывает. И у Иосифа, видел снопы, и все исполнилось. Надо жить реальной жизнью. А сон, что угодно может быть. Сон бывает от Бога, от дьявола, и третье, от переедания и заботы, от страха. Человек просыпается, не может поверить, что ничего этого с ним не было. Там он на войне, где-то ты был, бежал. Это твои переживания. А, это уже как бы ты думаешь, да, это как бы уже... Иногда дьявол напускает, чтобы испугать, ты не пошел. Он напускает такие страхи, человек боится из дома выйти. А ты перекрестись перед дверями, скажи, отрекаясь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, и все, изгинет нечистая сила. Никого не бойся. Ты избран Богом. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Написывай. Дядя Игнатий, я долгое время, почти где-то... Мне сейчас 37 лет. Я где-то 18 лет курил сигареты. Ну, все мы грешные, как говорится. Как Иисус Христос сказал, ибо весь мир согрешил, да? И это самое. Я вот почему вот сейчас ближе к Богу уже начал приходить, потому что я попробовал и специально здесь, здесь от сигарет, отживательные резинки всякие. Не помогло. Лекарства еще в России жил. Ребята мне советовали. Тадекс называется. Так, чтобы бросить. Не помогло ничего. Пошел в церковь, помолился, молился, молился, так вот сказать, от души всей, молился, и вы знаете, я бросил курить, честное слово. Без ничего, без всяких жвачек, без всяких вот этих антисигаретных этих. Просто вот бросилось. Такое ощущение, как будто вот у меня с мозга этого и не было с детства даже. И все больше и больше вот эти вот чудеса, которые происходят, меня укрепляет моя вера. Вот я сталкиваюсь с такими людьми, вот как вы. Вот почему? Значит, Бог специально подталкивает меня к таким людям, чтобы больше и ближе узнать о нем. Понимаете? Можно, видите, вот сейчас я к вам пришел через вот этот, как его, огонь там, Иерусалим, и это все, но это не просто так, видите? Что-то, что-то, чего-то я, как-то сказать, новое для себя узнал уже от вас. И еще, дядя Игнатий, вы не против, что я ваши все вот ролики записываю себе на DVD-диск? Это ваше дело. У меня ребята проходят, собираемся, смотрим. Полная свобода, полная свобода. Вам сколько лет? Мне 37 лет. Вот 37 лет, у вас уже опыт серьезный должен быть. Вы один раз услышали, два раза не ждите повторения. Мы начали говорить с бороды. Выброс бритву. Посты не соблюдаете или соблюдаете? Скажете, не всегда. Честно сказать, только вот начиная уже как бы понимать уже о религии как бы. Это нельзя без слова. Начинаете, вы все время начинаете. Вы никогда не закончите. Поэтому я спросил у вас, где и как можно вот это узнать, да? Я услышал и принял. И все на этом. Притом сегодня, сегодня себе поставь твердое правило, посты не нарушать, я православный. А какой ты православный посты нарушаешь? Посты нарушаешь, ты не имеешь права причащаться. Ты должен быть соглашенными выходить. Нарушающий пост отлучается на два года. Так, выпивку любите? Нет, я вот это все уже бросил. Все. И курить, и выпивка, и все полностью. Пиво какое-то пьете все-таки? Нет, дядя Игнатий, нет. Вот вам крес вообще не употребляют. Вы женаты? Нет, был женатый, ну, так сказать, судьба не сложилась. Сейчас холостой. Вы венчаной были? Нет. Вот, вы скажите определенный, я жил в блуде, не обманывайте сами себя, назовите именами. ну, так получается, да. Когда вы назовете своими именами болезнь свою, вас легко лечить врачу будет-то. Вы не бойтесь сказать, да, вот я сказал, я вор был. Я никого не... в гражданском браке, так можно сказать. Я просто говорю, гражданский нет, это гражданский блуд. Ну, да, так получается. Но другого нету. Если она вышла за такого, то при любодеянии, за женатого, мы определенные должны все это довести. Церковь не признает другого брака. А на этом она вышла, ну, сегодня трудно сказать, говорит, а я увенчался, а он уже был венчан, еще раз венчан, сегодня не разберешься с этим. Самое правильное, когда не жениться, заботиться о Господнем. Будете иметь скорби по плоти. А поэтому разрешать, это все разрешает епископ. Я гляжу, они епископы, лишь бы от людей как бы отпахнуться. Вот такие папки бракоразводных процессов лежат. Надо быть очень серьезным к собственному своему спасению. Вот сегодня, что услышали, пост. Я православный, не надо доказывать ничего, хотя я вам поставлю здесь под роликом. Четко и ясно. Определенно. Никогда не буду нарушать. Каждую неделю, субботу, воскресенье, я буду в храме. Я буду в храме. Вы крещены в полное погружение? Ну да, я в... Как сказать? Я в России крестился, в русской церкви. Я не помню, это надо вам мама, отца спросить. На сороковой день меня крестили, сразу на сороковой день. В каком храме, где вы должны узнать, в России крестили, может, в одном из ста храмов только? Один храм был в минеральных водах. Это надо узнать. Если не знаете, то 6-й Средневский собор, 84-е правило. Немало не сомневаясь, примите крещение с полным погружением. Иначе будете вы за пределами Царства Небесного. Мочение это обман. Никакого крещения не было. У нас здесь три раза, да, окунают три раза. Три раза. Обещание? Я не знаю, меня как крестили, это я не могу сказать. Маленький был дядя Игнатий, я это не знаю. Но вы должны узнать, еще раз говорю. Вы не знаете, вы должны узнать. Если будет хоть какое-то сомнение, должны принять крещение. Я вам сказал, больше я за это не отвечаю. Мне-то разница, какая у вас. Ну да, это понятно. Вопросов нет больше? Все, дядя Игнатий, спасибо большое вам. В общем, этот под роликом я узнаю, как вы объяснили там насчет этого, насчет постов там и так далее. Все, я это запишу себе. Вы теперь смотрите здесь. Я сегодня, сейчас у нас идти в храм уже, это 4 часа, у нас в 5, вот через час 15 будет. Я его заряжу, он закачается, из храма придем, я его постараюсь поставить. Сразу, если только в это время там главный, кто у нас ставит, не поставит ничего, Сергей, тогда я поставлю. А нет, значит, тогда отнесется на завтрашний день или. Ага, хорошо, дядя Игнатий, спасибо вам большое, дядя Игнатий. Слава Христу! А, С Богом! Так, вы них... Вот так он отошел. Слава Богу! И сразу поворачиваем, на то он вверху, Слава Божия, живо и действенно. Это такое у нас правило. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Продолжение следует...